Литография и живопись 19 произведений Пушкиниан и Анатолия Зыкова показывают нам солнце русской поэзии в совершенно разных ракурсах. Так в экспозиции соседствует беззаботный мальчик с измученным и замкнутым юношей. Причем, несмотря на то, что талант Анатолия Зыкова сложился в пору сурового стиля, где превалировали укрупненные формы, художник смог предложить свою собственную пластическую интерпретацию облика поэта. Но при таких, казалось бы, скромных масштабах она довольно полно представляет нам Александра Сергеевича Пушкина. Ведь Пушкин, с одной стороны, тема неисчерпаемая и открытая для всех, с другой стороны, требующая большой смелости и ответственности от человека, который за нее берется. Анатолий Иванович Зыков как раз отличается большой ответственностью подхода к фигуре национального гения. Анатолия Зыкова интересует не только биография солнца русской поэзии, но и его творчество. Впрочем, у Пушкина сложно отделить одно от другого, особенно если речь идет о лирике. Ведь каждое стихотворение Александра Сергеевича – это буквально отражение его внутреннего мира, который формировали штормы событий в судьбе поэта. Будучи поклонником Пушкина с детства, Анатолий Зыков все же отдавал предпочтение именно поздним стихам автора. Дело в том, что, ну как мы все, Анатолий Иванович встретился с Пушкиным первый раз, еще, наверное, не умея читать. И как он сам писал в своих текстах, первую половину жизни я прожил с убеждением, что о Пушкине я все знаю. Когда взрослым человеком берешься за, казалось бы, давно знакомые программные, пройденные в школе стихи, то вдруг обнаруживаешь в них совершенно другой взрослый смысл. И Зыкову интересует прежде всего вот этот взрослый Пушкин. Собственно, как я уже сказала, сам-то он к Пушкину пришел на склоне уже своих лет человеком с опытом житейских переживаний, житейских испытаний. В непростой действительности 90-х годов прошлого века в стихах позднего Пушкина Анатолий Зыков видел поддержку и утешение. В своих заметках художник с восторгом писал «Вот чем нам дорог Пушкин – сопротивляемостью, жизнелюбием, надеждой, светом». Климатические исследования, изучение культуры народов и выживание в крайне сложных условиях Севера. Профессиональному празднику полярников в музее путешественников посвятили сразу несколько стендов. На них фотографии из заснеженных уголков нашей страны, предметы народного творчества местных жителей и другие интересные детали из жизни работников Крайнего Севера. Наши земляки сыграли очень серьезную роль в освоении северных территорий России, даже Антарктиды. Один из первых главных полярников у нас, конечно, Михаил Александрович Рыкачев, основатель полярной гидрометеорологии и штурман, известный штурман полярный, который придумал систему, как правильно ориентироваться самолетом в бескрайних просторах Северного Девятого океана Валентин Иванович Акуратов. По словам полярников, их профессия – это состояние души. На Крайнем Севере работа имеет свои сложности и свое очарование, вспоминает Людмила Зыбцева, которая 20 лет проработала в глубоком Заполярье на Шмиттовской гидрометеорологической обсерватории. Прежде всего мы там жили. Прежде всего, я говорю, что Шмиттовская обсерватория – это был форпост советской науки восточного сектора Арктики. И прежде всего мы там жили и работали. Экспедиция – это, ну, надо было продолжить, да не то, что не надо, мы хотели продолжить традиции наших предыдущих поколений, предыдущих полярников. На выставке представлены и кадры крупного северного населенного пункта Якутии. Полярник Сергей Матвеев родился в Тикси и прожил там более 30 лет. Сейчас уже лет 12-15 север очень сильно восстанавливается. Даже удивительная вещь, самое первое, что стали восстанавливать в Тикси – это построили культурный спортивный центр. И только потом тепло, электричество и так далее. То есть с чего начали? С культуры. Вот. И сейчас будет строиться, и этот порт у нас же будет реконструироваться. Также будет рядом в 100 километрах еще один порт, так называемый порт Найба. День полярника справляют во все города, где живут представители этой профессии. По традиции к торжеству приурочены международные конференции и выставки, знакомящие с открытиями и личностями, которые внесли существенный вклад в освоение полюсов планеты. И хотя декорации еще в работе, репетиции новой постановки в самом разгаре. История семьи Бэнксов и их идеальной няни Мэри Поппинс Анной Конан была выбрана не случайно. По словам режиссера спектакля, тема детства близка ей по духу. Ведь именно в этот чудесный период нашей жизни мы умеем видеть волшебство даже в самых обыкновенных вещах. В основе постановки – оригинальная идея Памелы Треворс, автора серии книг о Мэри Поппинс. Конечно, есть и авторский символизм, выраженный в деталях. Круг в театре – это тоже не новшество. Здесь есть такой образ, который придумала Памела Треворс. Такой для меня это образ детства. Карусель, которая крутится, все время находится в движении, которую ты никак не можешь. С одной стороны, ты бежишь за ней, не можешь ее догнать. А с другой стороны, это какой-то круг жизни, который идет, идет, ты растешь, взрослеешь. Когда-то столкнулся ты в детстве со сказкой, потом твои дети сталкиваются со сказкой. Это такой вот образ. Поэтому мы такой вот простой, простой совершенно театральный прием превратили в карусель. Динамичный спектакль сопровождает живая музыка. Над каждым движением тоже пришлось поработать. При этом актеры двигаются естественно, без хореографических штампов в стиле мюзиклов, рассказывает Павел Фролов. Этот спектакль требует очень много танцев и массовых танцев. И поскольку у меня чуть-чуть другой, нежели хореографический, более актерский профиль, мы пытаемся это сделать все через естественное поведение актера. То есть, если это поворот, то это какой-то необходимый поворот. И от этого отталкиваемся, вот и рождается, собственно. В центре истории, конечно же, она, само совершенство. Мэри Поппинс не просто няня, она наставник и проводник в мир волшебства, который учит детей взрослеть, сохраняя при этом в душе своего внутреннего ребенка. Игрушечный сад, и чужки сидят на очень высокой сосне. Буду бы с себя играть. Потому что она мне очень близка, она очень правильная. Может и подсказать что-то, может и дать подзатыльника. Все как надо, все как в жизни. Учитель, она и должна быть учителем. Всегда. Мы ничего не знаем о Мэри Поппинс. Мы можем только догадываться. Но я думаю, что в спектакле мы узнаем о ней гораздо больше, чем в книгах. Потому что там есть такая история за текстом, есть контекст. А в спектакле он визуализирован. И мы можем фантазировать на тему, кто же она такая, сколько ей на самом деле лет, чем она занимается. Сказочную постановку посвятили году семьи и приурочили ко дню защиты детей. Премьеру запланировали на 31 мая. По словам сотрудников Рязанского театра «Кукол», спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, которым порой стоит с детской непосредственностью решиться на перемены и заметить магию жизни в ее мелочах. Рязанский театр драмы уже не в первый раз участвует в этом фестивале. Он ценен тем, что оценивают в нем именно актерское мастерство. Главными премиями являются актер России и актриса России. За честь и достоинство имени народной артистки РСФСР Еремеевой Битрих и премия «Признание». 19 мая Рязанский театр драмы показал зрителям и жюри комедию «Женитьба» режиссера Максима Ларина. Это единственный фестиваль, он стоит немножко обособленным в череде театральных фестивалей в России, коих много. Это актерский фестиваль, на котором оценится именно работа актеров. Мы очень любим ездить на этот фестиваль, и я очень горд, что наша труппа всегда показывает такие работы, что жюри отбирают для участия в фестивале. Там огромная география этого фестиваля. Это уже 17-й фестиваль «Рыбаковский». Мы в нем участвовали, если не помнить, не изменять, по-моему, пять раз. Более того, Александр Завиц, которых, к сожалению, уже сегодня нет, в свое время был актером России. Как раз вот на этом фестивале это звание было ему присвоено. Тамбовчане знают наш театр, и спектакль «Женитьба» приняли с большим успехом. Зрители смеялись, аплодировали и кричали заветное браво. На обсуждение жюри неоднократно говорили об ансамбле и сплоченности коллектива. Работа в этом фестивале именно на артистов. То есть, как работают артисты. Как сказали в жюри, что это актерский спектакль. Либо, они сказали, режиссер так себя замаскировал, что его работу не видно. Но именно в этом и заключается работа режиссера, чтобы себя спрятать. Себя спрятать, чтобы его работа была абсолютно незаметна. Но в то же время все артисты двигались в то направление, которым нужен режиссер. В жюри вошли театральные критики, среди которых член экспертного совета российско-национальной театральной премии «Золотая маска» Алла Шевелева. Актриса Тамбовского государственного академического драматического театра, заслуженная артистка РСФСР Валентина Попова и другие. По итогам фестиваля Рязанский театр драмы получил три награды. Спектакль «Женитьба» стал лауреатом в номинации за лучший актерский ансамбль. Тамбовский союз театральных деятелей России наградил дипломом лауреата в номинации «Надежда Союза» Анастасию Дягилеву за роль Дуняши. Премии признания отметили Андрея Блажилина, исполнителя роли Подколесина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова